Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Ероха. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. В морском городе в морской класс. Что ждет школьников в новом учебном году? Осень в Мурманске. Теплая пора. В дома горожан начали давать отопление. Грустный праздник или повод для веселья? Сотни стаканчиков мороженого раздали в центре Мурманска. В день знаний погода к школьникам была неприветлива. Прохладная температура, да еще и осадки. Но куда важнее погода в доме. И вот тут все в полном порядке. Мурманские котельные начали подавать тепло в жилые дома. Команда Арктик ТВ посетила одну из них. Подключать отопление в начале сентября – хорошая практика для нашего региона. Так как даже в летний прохладный вечер есть вероятность замерзнуть в остывших бетонных блоках. Начиная с 2020 года отопление в социальные учреждения подают в конце августа. А многоквартирные дома – в первые дни сентября. И это не может не радовать. Да, потихонечку, пошагово мы включаем дополнительные котлы, оборудование. Кто-то подключает в подвальных помещениях системы. Кто-то запускает центральные тепловые пункты, тепловые сети. Мы контролируем параметры на тепловых сетях и запускаем дополнительные оборудования, которые необходимы. Подготовка к отопительному сезону – это комплекс организационно-технических мероприятий, в который входит обслуживание котлов, замена трубопроводов, а также закупка нового современного оборудования. Всем этим мастера-инженеры плодотворно занимаются летом. Понаблюдать за работой котельной интересно и немного волнительно. Но для Виктора Курапова это скорее обыденность. Ведь он уже 20 лет трудится в сфере теплоснабжения. Специально для нас он продемонстрировал, как запускают котлы. Для того, чтобы нам пустить в работу котел, нужно провентилировать его, подготовить сначала подготовку к работе, вентиляцию и так далее. И происходит розжиг. При розжиге котла начинается парообразование в котле, который сообщен с главным паровым коллектором. И, соответственно, поднимается давление, расход пара идет, и котел в обычной рабочей обстановке. Выключать электрические нагреватели можно будет уже сегодня вечером. Но не спешите наводить панику, если трубы остались холодными. Регулировка тепла в домах может идти вплоть до пяти дней. Это прописано в законодательстве. Самая ответственная часть и самая, наверное, заметная для всех жителей – это регулировка домов. Регулировка домов тоже не очень простая. Это не значит, что если внизу открыли вентиль, то в самую-самую последнюю полотенцесушитель сразу же дошла горячая вода. Потому что система должна наполниться, должна пройти горячая вода, теплоноситель по всему дому. Попасть фактически в каждый вот этот виток полотенцесушителя. По словам министра государственного жилищного и строительного надзора, все подготовительные работы прошли по плану. Аварийных ситуаций в городе нет. В России с 1 сентября изменили порядок оплаты общедомового потребления коммунальных ресурсов. Плата за общедомовое потребление ресурсов должна теперь отражаться в платежной квитанции отдельной строкой по каждому виду ресурсов. Размер платы за коммунальные ресурсы, потраченные на общее имущество в многоквартирном доме, определяется как произведение тарифа для потребителей, установленного ресурсоснабжающей организации и объема ресурсов, потребляемых при эксплуатации общего имущества. Кроме того, установлены формулы определения платы за воду и электрическую энергию, потребляемые при эксплуатации общего имущества, а также отведения сточных вод в целях содержания общего имущества и среднемесячного объема таких ресурсов. Школьная форма, белые банты, море цветов – все это сегодня обязательный атрибут каждого образовательного учреждения области. Одно из них – Мурманский международный лицей. Как прошел день знаний, какие эмоции испытывают родители первоклашек и какие планы у старшеклассников? Смотрите далее. Сегодня свой первый звонок подает первоклассница Марика Сырокваша. Как говорит папа девочки, Владислав, 1 сентября – волнительный день. Но так как в семье это уже не первый ребенок, который идет в первый класс, подготовка прошла спокойно. Марика хочет стать программистом и на вопрос «почему?» честно отвечает – там денег много платят. Потому что сейчас компьютеры нужны везде, используются везде, и при выборе этой профессии ребенок будет обеспечен работой. Смотрим в будущее. Началась торжественная линейка с главной традиции лицея, которой уже 31 год. Директор зажгла свечу, олицетворяющую огонь знаний. Этот символ объединяет всю лицейскую семью. В гостях побывал и глава администрации Юрий Сердечкин. Он заглянул первоклассником в кабинеты, осмотрел новые классы и пообщался с ребятами. Сегодня мы находимся в Мурманском международном лицее, потому что здесь, это одно из наших лучших, топовых, если можно так сказать, учебных заведений города. Выпускники МАМАЛ всегда традиционно снимают лидирующие позиции, как с точки зрения городского рейтинга, так и с точки зрения поступления в лучшие вузы страны. Сегодня мы открыли здесь дополнительный первый класс. И сегодня более 50 первоклассников придут и сядут за новые парты. Некоторые родители выбрали лицей, потому что когда-то здесь тоже учились. У Александры сын Марк идет в первый класс, поэтому для мамы это особенный день. Волновались, конечно, с удовольствием выбирали новые письменные принадлежности. Ребенок очень хотел в школу, потому что в прошлом году готовился, ходил на подготовительные курсы и, в общем-то, уже стремился сесть за парту. Миш, я не знаю. Ребята, давайте проверим, как Антошка подпеть собрал. Школьная линейка прошла с песнями, стихами и шуточными вопросами для родителей. Помимо этого в гости к первоклассникам пришла зебра, которая рассказала о правилах поведения на пешеходном переходе. Но кроме первоклассников звонок подавала ученица 11 класса Ксения Тропина. Она является обладательницей «Золотой совы». Я планирую пойти в сферу IT, то есть давать информатику, профильную математику и русский язык, понятное дело. «Золотая сова». «Золотая сова» — это как бы статуэтка такая, которая дается за отличное окончание первого полугодия в лицее. У меня 5 из 6 лет мне давали каждый раз «Золотую сову». В этом году, надеюсь, тоже ее получу. Завершилась торжественная линейка напутственными словами для первоклассников и общими фотографиями на память. Анна Шинкаренко, Данил Клепиков, Арктик ТВ. Начинается учебный год и в 6-й гимназии Мурманска. Здесь появились новые профильные классы. С каким настроением ученики возвращаются в школу, сколько здесь первоклассик и что такое морской класс — в нашем следующем сюжете. Торжественная линейка для юных северян — это целое событие. Здесь царит атмосфера праздника. Повсюду цветы и неиссякаемое внимание к ученикам. Настрой у меня очень хороший. Учебный год будет просто замечательным. Почему вообще такая серьезная направленность? Тебе всегда интересовали вот эти вот точные науки? Я с первого класса люблю математику. Я очень хотела пойти в физмокласс и добилась его. Некоторые ученики 6-й гимназии предпочитают совсем другую направленность. Какие у тебя предметы самые любимые? Физкультура. Физкультура? И зона. Руководство школы отмечает, что в этом году набрали 3 первых класса из 80 юных северян. А из старшеклассников и учащихся среднего звена сформировали специализированные морские классы. Куда же без них в городе Рыбаке? Это классы, где дети будут углубленно изучать морское дело, знакомиться с историей флота в целом, с историей российского флота. Будут посещать занятия, связанные с углубленным изучением физики, информатики, химии, биологии, математики. Морские классы созданы при поддержке одной из крупнейших рыбопромышленных компаний. Задача со школьной скамьи заинтересовать ребенка в профессии моряка. Зачем нужны эти морские классы? В чем потребность? Ну, фактически мы готовим сани летом. То есть, в любом случае, грядет и возрастная смена кадрового состава, плюс еще расширяются наши производственные мощности, увеличивается количество флотских единиц. Соответственно, в избежание некого кадрового провала, мы уже сейчас задумываемся о том, что нам понадобятся сотрудники-специалисты. В гимназии с таким профилем открылись два класса – пятый и десятый. Ученики помладше познакомятся с вариантами профессионального выбора, а старшие освоят судовые специальности и, естественно, технологическое направление, то есть рыбопереработку. Однако сегодня праздник, и можно отвлечься от серьезных мыслей. К слову, сегодня ровно 25 лет с того момента, как общеобразовательную школу номер 15, реорганизовали в гимназию номер 6. Учебный год стартовал и в Мурманском Нахимовском военно-морском училище. День знаний курсанты учреждения встретили на плацу, приняв поздравления от министра обороны и командующего Северным флотом. Сергей Шегу поприветствовал Нахимовцев по видеосвязи, а вот Александр Моисеев принял участие в празднике лично. Он отметил, что подавляющее большинство выпуска, состоявшегося в этом году, поступили в высшие военно-учебные заведения Минобороны России. Проводать первый звонок было представлено воспитаннику первого курса, получившему высший балл на вступительных экзаменах, Тимофею Кузнецову и Нахимовцу седьмого курса, Дмитрию Иванову. Учебный год училища, которое было сформировано в 2017 году, начало с полным набором. В нынешнем году ряды Нахимовки пополнили 94 первокурсника. Линейку в одной из школ Мурманска посетил губернатор Андрей Чибис. Вместе с супругой глава региона отвел в первый класс сына Владимира. Я всех, и, конечно, первоклассчик, и не только первоклассчик, всех тех, кто сегодня сел за парты, поздравляю с началом нового учебного года. Очень хочу, чтобы жажда знаний, она постоянно была, чтобы новые-новые навыки, знания получали во всех учебных заведениях нашей области. Ну и, конечно, наших учителей, преподавателей, всех педагогов поздравляю с этим учебным годом, потому что, конечно, от педагогов зависит, какие будут ребята, значит, какие они будут в жизни, и насколько они воспринимают те ценности общества, которые принципиально сегодня важны. По словам Евгения Чибис, Володя перед школой окончил детский сад и посещал подготовительную группу. У него большое желание учиться. Впрочем, писать, читать и считать мальчишка уже умеет. Обожает мастерить и очень любознателен. Парню еще предстоит познакомиться со сверстниками, но он уже знает, за какой партой будет сидеть в классе. Школьникам запретили использовать мобильные телефоны во время уроков. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании. Речь идет о применении мобильных телефонов в учебном процессе. Согласно новым санитарным правилам, их нельзя использовать во время урока вместо планшета или компьютера. По оценкам экспертов, маленький экран таких гаджетов провоцирует нарушение осанки и напряжения органов зрения. Кроме этого, мобильные телефоны отвлекают детей от занятий. Но на переменах пользоваться смартфоном не запрещено. И если какие-то чрезвычайные ситуации... Помните, мы с вами тоже учились. У нас не было мобильных телефонов. Да, и в школе есть ответственные. Если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель. На перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается. Лицей Академии Яндекса в Мурманске начал набор учащихся на новый учебный год. Стать участниками курсов могут ребята 8-10 классов, которые хотят развиваться в IT и интересуются программированием. За два года школьники освоят азы Python, одного из самых востребованных языков программирования. Чтобы попасть на учебу в лице, необходимо заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. В Мурманске, как и в прошлом году, лицей возобновит работу на двух площадках. В Мурманском Арктическом государственном университете и на базе Центра управления регионом. Будущих учеников ждут интересные лекции, а также практические занятия для закрепления материала. Учебе в Академии Яндекса нужно будет уделять минимум 8 часов в неделю. Образовательная программа бесплатная. У молодежи Мурманской области появился собственный портал, а в скором времени будет запущено и свое мобильное приложение. В правительстве региона презентовали информационную систему «Молодая Арктика». Сервис должен стать единым пространством, в котором будут собраны все возможности, открывающиеся для молодого поколения на территории Мурманской области. Например, информация о грантовой и социальной поддержке, актуальные вакансии от работодателей региона. Сервис реализован в виде веб-приложения, которое доступно по ссылке молодая-дефиз-арктика.рф. Мобильное приложение сейчас завершает стадию проверок и будет доступно в скором времени на App Store и Google Play. Какие специалисты пользуются наибольшим спросом в северо-западном филиале Московского гуманитарно-экономического института? И с каким настроением заполярные студенты начинают новый учебный год? Подробнее расскажем в нашем сюжете. 1 сентября отметили и во всех вузах региона. Северо-западный институт Московского гуманитарно-экономического университета не стал исключением. Я слышала очень много положительных отзывов по поводу университета. Также говорили, что сильный преподавательский состав. Не могу не заметить того, что визуально, когда проезжаем мимо этого здания, оно прям такое ухоженное, красивое. Это прям то, что мне нужно было. У меня мама юрист. Я смотрела на нее. То есть все, что она делала, мне было так интересно, так занимательно. И вот как-то по стопам мамы, по такой пройденной дорожке, она мне, конечно, очень сейчас помогает. В отличие от тех, кто уже успел познакомиться со студенческой жизнью, первокурсники с трепетом и волнением готовятся к предстоящему учебному году, а также делятся своими впечатлениями и ожиданиями. Пойти, например, в МВД, ну, либо же на следователя. Работа следователя такая, они простые. Я знаю, но я, в принципе, готов ко всему. Юридическое образование по-прежнему высоко котируется не только в нашем регионе, но и за его пределами. По словам директора ВУЗа, с трудоустройством у выпускников проблем не возникает. Вы знаете, сейчас наибольшим спросом, как ни странно, несмотря на всю критику, юриспруденция. И я могу сказать, что устраиваются наши выпускники очень хорошо. На сегодняшний день мы даже не можем сказать, что у нас нет непристроенных ребят, неустроенных. Потом устраиваются по всей России. В Калининграде наши, в Петере наши, в Москве наши, в Волгограде наши, несмотря на то, что там есть филиал. И по Мурманску пройдите, посмотрите, возглавляет кто где чего. В основном это наши выпускники, чем мы очень гордимся. В этом году учебное заведение приняло 180 человек. Всего же в стенах института получают образование в общей сложности 620 студентов. Для них есть интернет, есть Wi-Fi, есть компьютерные классы. Плюс у них есть личный кабинет, где они регистрируются на сайте ВУЗа. Вот это электронно-образовательная среда. Там они, соответственно, могут заниматься и всю информацию получить по ВУЗу. Это, допустим, если заболел. Да, да, можно получить задание, да, можно связаться с деканатом через ИОС. И деканат даст задание, и можно спокойно заниматься дома. В институте создана современная учебная и методическая база для получения экономического, юридического и управленческого образования. Уважаемые студенты, первокурсники, большое вам спасибо за то, что вы были на СУЗ. Я думаю, вы никогда об этом не пожалеете. В МОГУ прошла встреча в рамках проекта «Диалог на равных», в которой участвовали студенты первых курсов с сотрудниками МЧС. Стоит отметить, что не так давно МЧС заключила договор о сотрудничестве с Мурманским Арктическим Государственным Университетом. Сегодня в МОГУ состоялась встреча студентов первого курса и представителей студенческого добровольно-спасательного отряда с руководством областного МЧС. Событие состоялось в рамках федерального проекта «Диалог на равных». Такие встречи у нас стали уже традиционными в университете. К нам приходят представители различных организаций и весьма серьезные, опытные люди, которым есть чем поделиться, что рассказать нашим студентам, поделиться своим опытом, поделиться своими карьерными успехами, какими-то секретами, которые студентам могут быть полезными в будущем. И студенты также могут ими воспользоваться. По словам организаторов, такие встречи очень актуальны, так как они проходят в формате диалога. Студенты могут задать интересующие их вопросы и получить на них честные ответы. Перед началом общения в холле первого этажа также прошла выставка оборудования, которую приготовили члены студенческого добровольческого отряда. Провизировки, всякие, разнообразные стополочные устройства и, собственно, снаряжение, необходимое для натягивания. Мы представляем оборудование для промышленного альпинизма, то есть мы выставляем также наработки, которые у нас есть по первой помощи, ну и различные устройства, которые предоставляет МЧС. Екатерина Русакевич, студентка магистратуры, получает педагогическое образование в университете и также является участницей студенческого добровольного спасательного отряда МАГУ. Для нее совместные мероприятия с МЧС не в новинку. Мы постоянно, каждый год участвуем с ними в учениях, то есть это потом просто может пригодиться в жизни, то есть какие-то внештатные ситуации, то есть когда есть такие в путешествиях, возможно, в каких-то таких чрезвычайных ситуациях, то есть эти навыки, они, конечно же, помогают спасти и себя, и ближнего своего. Как говорят сотрудники МЧС, общение с подрастающим поколением – это основополагающая часть их работы, которая способствует вовлечению ребят в процесс безопасной жизнедеятельности и, как следствие, дает им возможность трудоустройства. Для диалога студенты должны были заранее составить перечень интересующих их вопросов или попросить совета в дальнейшем выборе карьерного пути. Стоит отметить, что совсем недавно, буквально 23 августа, областной центр МЧС заключил соглашение с МАГУ. Они будут совместно работать в сфере IT-технологий. Для кого не секрет, что высокие технологии вошли настолько в нашу жизнь, что проникают теперь и в дело спасения и поиска. У нас есть беспилотная авиация, она очень часто применяется при поисковых мероприятиях. Однако при высоте полета более километра различить какие-то объекты на Земле невозможно. Для этого есть специальные технические программные средства, которые мы будем совместно разрабатывать с МАГУ и, надеемся, на результат. Впереди у сотрудников спасательных структур еще много планов по совместному сотрудничеству с Мурманским Арктическим государственным университетом. После школьной линейки многие северяне побывали на празднике, посвященном Дню Знаний на площади Пять Углов. Юные северяне приняли участие в разных активностях и отведали мороженого. Переменчивая погода не мешает юным северянам наслаждаться последним днем каникул. На площади Пять Углов развернулась импровизированная школа. На уроке химии пускали пузыри, на изо рисовали на мольбертах. Каждый мог выбрать свой любимый предмет. Что сегодня рисуешь? Как тебе праздник? Праздник хорошо. Что рисуешь сегодня? Шарики. Для тех, кто любит посидеть, подумать, была организована площадка с играми в шахматы. Более подвижные дети не могли удержаться от танцев. Например, как Саша Кузьменко, который продемонстрировал нам свои умения. Хорошего учебного года, все танцуете, помогают. Все, все будут танцевать, как ты. Молодец. Давай пять. Хорошее настроение, как всегда, 1 сентября, начало года для всей семьи. Поэтому только на лучшее надеешься и веришь, что все будет хорошо, хотя все желают терпения. Для детей и их родителей на сцене выступали творческие коллективы с песнями, стихами и танцами. Как подготовка прошла к первому сентября? Нормально прошла. Все купили, все нарядили, приготовились. Как настроение у ребенка? Веселое. А вообще сейчас первоклассники, вообще школьники хотят идти в школу или все-таки нет? Наверное, не очень. Еще не отдохнули. Еще бы месяцок отдохнуть. Хоть все-таки и пошел дождь, но в завершении праздника юных северян порядовали бесплатным мороженым. Завтра ребят ждут учебники, тетрадки, первые домашние задания, но это не повод грустить. Ведь впереди новые знания и интересные открытия. Анна Шинкаренко, Данил Клепиков, Арктик ТВ. Мурманский режиссер Анна Цедрик начинала свой творческий путь с вокала в местной дарквейв-группе «Ретро Верида». Помимо этого успела зарекомендовать себя как поэтессу и до сих пор публикует свои стихотворения. А сейчас осваивает новые направления кинопроизводства. Анна Цедрик – личность неординарная. Склонность к перформансам на сцене переросла в кинопроизводство. Сейчас за ее спиной уже немало фильмов различных жанров. Чего же не стоит делать начинающим режиссерам? Была огромная ошибка, что я была там и режиссером, и сценаристом, и актрисой. И это огромная ошибка – начинать свой кинопуть с полного метра, и огромная ошибка – начинать свой путь, когда ты берешь много обязанностей на себя. На тот момент получилось хорошо. То, что мы могли, мы сделали. Но сейчас, оборачиваясь в прошлое, я понимаю, что не надо так делать. И всем, кто увлекается кино, кто хочет этим заниматься, большой совет. Хочется все попробовать, но выберите для начала хотя бы одну нишу. Какова основная сложность выступлений на сцене для поэта? Когда ты пишешь стихотворение, ты открываешь душу, а когда ты его читаешь, я пересматривала некоторые выступления свои, и голос мой не дрожит, голос мой. Подает эту информацию, но я стою и как осина просто трясусь, потому что это очень волнительно, когда ты открываешься зрителю, потому что ты рассказываешь что-то личное. Чужие стихи читать намного проще. Стремление попасть в объектив оператора или спешка в выборе департаментов? Мне это показалось очень интересным. Я пробовалась в качестве актрисы. Естественно, все девочки хотят быть актрисой. Ну, по крайней мере, хотели, наверное, как-то все видели в этом. А потом уже у меня был один рассказ. Я предложила своему знакомому оператору Константину Хризалиту этот рассказ экранизировать. Большое интервью о творческом пути вокалистки готической дарквейв-группы, поэтессы, предпочитающие перформансы на сцене и написание стихотворений на животрепещущие темы, и, наконец, режиссера, работающего над кинолентой, в основу которой легло произведение Есенина. Обо всем подробнее расскажем в программе «Проще говоря» в эфире и на сайте Арктик ТВ. На этом все. Телефон редакции для ваших новостей 70 13 70. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok